Всем привет! Я рада видеть вас на канале Charming Games. Меня зовут Надя. И сегодня мы будем с вами проходить очень милую, мимишную, романтичную игру под названием Love Choice. Не думаю, что она сильно долгое будет. Вроде бы на ютубе пишет, что минут сорок. Посмотрим, посмотрим. Давайте немножко постартуем. Посмотрим, что у нас есть по настройкам. В настройках, да, можно выбрать язык, который вам будет по душе. В принципе, только-то особо больше нечего выбирать, поэтому давайте начинать. Выберите историю. Любовь-игра, любовь-расстояние, любовь-расследование. О май! О, кучка! Все, идем, блин, хоть игра. Кучка нам подсказывает. Так, давайте смотреть. А есть рабочих игр. Сегодня проходит гейм-джем. Я или девушка? Это такое мероприятие в игровой индустрии. Участникам гейм-джема дают 48 часов на создание игры на определенную тему. Иногда тебе везет, и ты попадаешь в команду. С девчонками. Но в нашей команде их не было. Тяжелое утро понедельника называется. Гейм-джем начинается в очередь пишет или это вот... Я не очень понимаю, кто здесь пишет. И тут я заметила ее. А-а-а... Шалун. Она была в соседней команде. Я застала их посреди жаркого спора. Кто-то из ее товарищей сказал, давайте сделаем перерыв и обсудим все на свежую голову. Все повставали со стульев и разошлись по своим делам. Для жена осталось что-то записывать. Это мой шанс с ней заговорить, подумал я. Я поправил прическу и одежду и вооружился своей лучшей улыбкой. Вашей маме зять не нужен? Надеюсь, он это не будет говорить. Он не будет говорить такое. Затем я подошел к ней, стараясь вести себя как можно естественней. О-о-о, мы должны выбирать? Окей. Привет, я xxx давай пишите. Хочешь, расскажу про игру, которую мы придумали? Это плохой вариант. Ты подставляешь команду свою. Давай просто дружить. Ей явно было неловко, но все же она вежливо представилась. Привет, я о-о-о. Он xxx, она о-о. Класс. Когда геймджем закончился, я нашел ее через ее группу WeChat. Окей. Сначала было немного неловко, но скоро мы нашли общий язык и стали друзьями по первой писке, делясь своими чувствами и секретами. Я вот того смотрю какими-то шестиклассниками. Просто какая милота. Я не стал призером в том геймджеме, но мои друзья говорили, что я все равно победил. Детка. И да, не могу поспорить, мне очень повезло, что мы познакомились. Прошло две недели. Мы переписывались через WeChat. А WeChat здесь могла быть ваша реклама. А я все думал, как бы пригласить ее на свидание. Может, сходить в кино и где-нибудь поужинать? Ну, что, кстати, вариант. Начальник мне сегодня такое устроил. Я сделала, что он просил. Не понимаю, почему меня во всем обвинили. И наш вариант ответа. Начальники всегда так делают. Может, вы просто друг друга не поняли. В такой ситуации надо говорить, что начальник плохой человек. Твой начальник пользуется своей властью, и ты берешь ответственность за его ошибки. Так всегда бывает. Нет смысла тратить нервы и злиться. И это еще не все. Никто из коллег не стал вмешиваться. Какая преданность. Никто не хочет злить начальника. Они могли просто не знать, как все было на самом деле. Ну, и вот это вот понятно, что хочется успокоить девушку, да, как бы логически. Нет, не надо. Надо просто говорить, что ты молодец, все хорошо, ты права. Поддерживать надо девушку просто. Никому не хочется спорить с начальником. Людям нужно на что-то жить. Все равно обидно. И мы тут неожиданно вставляем. А не хочешь как раз-таки прогуляться на выходных? Да? Почему бы нет? Не хочешь погулять на выходных? Уверен, мы хорошо проведем время. Давай. Может, сходим в кино? Остальной человек появи к проклятии фильм ужасов избалованным девочкам свезло. Романтическая комедия. Что за название такое? Избалованным девочкам свезло. Маленькая тайна. Ребят, войдите девушек на фильм ужасов, потому что они всегда будут вжиматься в вас. И держать вас за руку в этот момент. Потому что не буду бояться, ребят. Пользуйтесь бесплатными советами о Чарме Генниус. Конечно, это не прокатит, если девушка совсем не любит фильм ужасов. Но... А, окей. Увидимся на выходных. Хорошо. Билеты в кино я уже купил. Думаю, теперь стоит выбрать какой-нибудь крутой ресторан возле кинотеатра. Собираясь на свидание, нужно быть готовым. По всему. Я постараюсь найти столько ресторанов, сколько смогу. Мини-игра. Щелкайте по хорошим ресторанам, чтобы добавить их в избранное. Избегайте плохих. Подготовьтесь к своему первому свиданию. Что значит хорошие? То, что значит плохие? Допустим. А-а-а! О-о-о! Площно. Очень слёдно. Плохие. Хорошие. Тортилья какая-то. Или рулетик. Может, какая милота. Раз, два. Ловили. А-а-а! Даже так? О, это сложно. Всё. Вот тут. Е-е-е-е! Романтичные напёрстки. Опа. Нет, я не могу отвлечься. У меня тут важное дело. Я ресторан выбираю. Хавайный при этом такой. Две. О-о-о! Что? Куда? Так, ладно. Так, ага. 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 Всё, я запуталась. Всё, я запуталась! Есть, нет. Здесь и, допустим, ладно. Один-один. Я могу найти больше. Думаю, этого хватит. Ну, ещё раз попробуем. Окей. А! А-а-а! С самого начала! Серьёзно? То есть, я просто в напёртках этих лоханулась и всё, считайте, проиграла. Ну, кстати, как он нашёл вообще рядом с кинотеатром один из ресторанов? Что за кинотеатр такой? Хотя, может быть, кафе считается тоже? Тогда да. Тогда может быть. Реакция мангуста. А с двумя, конечно, сложно за ними уследить. Нет-нет-нет-нет. Пожалуйста, не надо мне всплывающую рекламу. Тут. Так, ну если я в эту игру продую, то не будем тогда переигрывать. Всё, я уже посерьёз. Я уже потерялась. Я буду за одним смотреть. Я вообще не в курсе, где второй. Тут. Давайте здесь выберём. О-о-о! Е-е-е-е-й! Получилось! Так, всё. Этого хватит. Мы, в принципе, всё нашли. Ресторан мы нашли. Мастер-гурман. А, любовь-игра. Наконец-то настал день свидания. О-о-о! Он уже, он уже крестит. Мы ещё ни разу не сидели так близко. И я ничего не смог с собой поделать. Волновался. Я всё твердил себе. Спокойно. Просто смотри кино. Фильм подошёл к концу. Все ушли, и мы остались в зале одни. Вроде бы неплохой фильм. Да, мне понравился. Чем займёмся дальше? Да ждём все титры. Я знаю, хороший ресторан неподалёку. Окей. Суши, китайский димсам. Кухня Юго-Восточной Азии. Куга с Сичуани. А можно как бы по всем пройтись? Почему сразу только один надо? Я вот, например, люблю поесть. Я бы вот трип после кинотеатра по всем устроила. Давайте какой-нибудь кухня Юго-Восточной Азии. Почему нет? Ладно, я непривередливая. Что не так с кухней Юго-Восточной Азии? Ну, допустим. Лунный свет окрашивал я черты серебром. Я смотрел на неё и слышал стук собственного сердца. Боже. Я как будто стим с опорой. Боже, какая милота. Мы всё больше сближались друг с другом. Нам даже разговаривать было не нужно. Мы понимали друг друга без слов. Что тут ещё сказать? Наверное, ничего. Ты мне нравишься. Можно взять тебя за руку. Луна такая красивая. Но не такая, как ты. Так не говорим, естественно. Это не курсы пикапа. Ну, давайте попробуем. Можно взять тебя за руку. Нет, не прокатило. Этой ночью мы влюбились друг с другом. Мы много общались. Ты как? Она разрешила, я не сменяла или нет? Ну, скорее всего, да, да. Мы много общались. Всегда говорили о вещах, которые интересны нам обоим. Нам очень хотелось узнать друг друга ещё лучше. Заглянуть самое сердце. А что-то тогда мне пора. Так, значит, он геймер. А, это можно смотреть. Окей, играет на гитаре. У него есть котятка. Ну, кстати, для кота на полке вот сидит абсолютно нормально. Ну, их сближает то, что у них котики есть. Это точно. Так, ладно, давайте. Мне пора. Ну, пока. Всё? Это чего? Ну, типа, первая ссора, да, произошла? И здесь должна быть ставка Mortal Kombat. Серьёзно? Первая ссора произошла, типа? Она по-прежнему любила рассказывать мне о своих повседневных проблемах. Мне кажется, такая умная девушка должна сама разбираться с этими мелочами. Нет, 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 нет и нет. А они её всегда расстраивают. Начальник мне сегодня такое устроил. Я сделала, что он просил. Не понимаю, почему меня во всём обвинили. А-а-а-а. То есть, она повторяется, получается, да, со своими проблемами. То есть, по переписке, да, она рассказывала про начальника. Но, в целом, опять же, не прошенные советы от Charmy Games. Ребята, первый ходим на хорроры, да, с девушкой. Второй, если девушка рассказывает о своих проблемах, просто тихонечко выслушиваем её. Это признак доверия, между прочим. Но когда вот она начинает 500-му разу про начальника говорить, что там... Давайте выберём вариант, может, вы просто друг друга не поняли. И твой начальник не думал, что так получится. Может, лучше постараться об этом забыть? И это ещё не всё. Никто из коллег не стал вмешиваться. Какая преданность. Они могли просто не знать, как всё было на самом деле. Только чё они вмешиваться будут, боже? Но из них была другая работа. Они могли просто не знать, как всё было на самом деле. Когда вы живёте вместе, начинаете видеть недостатки, которые в ней замечали. Даже кот обалдел. Котэ на другого смотрит, типа, боже, как ты в этом же... Это, правда, игрушка, да, наверное, не котэ? Ну ладно. Ну, это, конечно, так себе, свинюшка. Она немножко... Немножко свинюшка. От парок всегда возникают проблемы. Либо она уступает, либо я. Третьего не дано, да? А как же компромиссы? Когда я пришёл с работы, она смотрела свой любимый корейский сериал. Во всё довалялись коробки из-под еды и прочий мусор. Ну, может быть, у неё тяжёлый месяц был, и она единственный раз так села. Может быть, она болеет, потому что она, вот видите, в одеяле укуталась. А ты хочешь спросить, почему она вот вообще как бы... Ну, может, ей плохо, может, у неё депрессия. Ну, всякое может быть, я не знаю. Так, ладно, я так устал, что просто сделал вид, что ничего не заметил. О, боже, похоже... Похоже, убираться придётся мне. Ну, ладно тебе. Мне кажется, она всё время за ним убирается. Один раз уже уберётся. Может, реально у неё плохое настроение? Ну, бывает. Бывает. Время так быстро летит. Нашего знакомства прошло уже целых три года. А где предложение? Три года назад мы познакомились на геймджеме. Кстати, я пару раз замечала... А, это она говорит. Кстати, я пару раз замечала, как ты на меня смотрел. Ещё до того, как заговорил со мной. Заговорил. Если честно, сначала мне было немного неловко. Наверное, тебе стоило вести себя более естественно. Не очень понятно. Это девушка говорит? Потом мы стали общаться в чате. Постепенно я начала общаться с тобой больше всего. Помнишь наше первое свидание? Я не знала, что и думать. Ты вообще не подготовился к свиданию. И я подумала, может, я тебе просто неинтересна. В смысле не подготовился женщина? 11 ресторанов он подготовил. Он купил билеты в кино. Чё ты выпендриваешься? Помнишь, как мы в первый раз взяли за руки? Я чувствовала, что в такую прекрасную ночь слова вы всё только испортили. Привереда. Потом у нас было много времени, чтобы узнать друг друга получше. Мы обсуждали наше общее увлечение. Делились всем, что приходило нам в головы. Это нельзя, типа, трогать. Кабашка, наверное, да, лежит геймбой. Значит, какой это геймбой, ребят? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Color Advance. Что там ещё у нас есть? Это какие-то леденцы, наверное. Непонятно. Или марки. Да, плохой вид изо мной видно. Ну, не критичный момент. Но наши беседы были слишком поверхностными. Мне всегда хотелось рассказывать тебе самое сокровенное. Например. Нам было хорошо вместе, но иногда мы всё-таки ссорились. Она что, расстаётся с нами? Что это? Серьёзно? К счастью, мы всегда умели прощать. Благодаря этим ссорам мы лишь лучше узнавали друг друга. Только ощущение, как будто она прощальное письмо написала ему. Я надеюсь, ты всегда будешь таким же хорошим слушателем. Наверное, не стоило мне так из-за них расстраиваться. Ведь я знала, что могу с ними справиться. С кем? Но всё-таки мне хотелось, чтобы ты меня выслушал. С проблемами, наверное, да? Растелил мои чувства. Я хочу, чтобы ты знал. Мне нужно нечто большее, чем холодный совет о том, как относиться к работе. Ты серьёзно нас бросаешь из-за того, что... Мы не идеальны. Я считаю, что ни ты, ни я не должны делать односторонние уступки. Такие отношения не ведут ни к чему хорошему. Я за тобой убрался. В смысле? Но иногда мне жутко хочется, чтобы ты был ко мне не так строг. Что это сейчас произошло? На пустом месте расстались. Какой? Почему? Я вообще не поняла, что её не устроило. Тебе не испугало моё неожиданное письмо? Я вообще в роге сижу. Я раньше никогда вот так не делилась своими чувствами. И это будет первый и последний раз. Капец. Мне жаль, но у нас ничего не получится. Я вообще не... Что происходит? Но я не жалею наших отношений. Я многому научилась. Всего тебе наилучшего. И прощай. Бич! Просто... Победа! Вот это, конечно... Это жесть, ребята. Это просто жесть. За что? Чувак всегда выслушивал её. Подготовился для первого свидания. Она была в плохом настроении. Он убрал квартиру. Ты знаешь, но ты немножко строг со мной. Ты как-то меня не поддерживаешь. Как он должен тебя поддерживать был? Да. А там была вообще интересная какая-то хорошая концовка. Жесть. Вот нормальное значение. Ладно. Я вообще как бы обескуражена. Я обескуражена. Ну, давайте пойдём во вторую историю. Разрушим и её в северительности. Что мне... А! Необходимо получить две концовки в эпизоде любовь. А-а-а-а! А как я могу вторую концовку получить? То есть, мне надо это всё пройти, да? Ещё раз? Ну, давайте попробуем А как получить хороший привет? Давай, дружечка, расскажу про игру, которую мы придумали Ну, давайте выбирать те варианты, которые мы не выбирали Хорошо Какая в этом году интересная тема Аааа, то есть сюда можно было кликнуть, серьезно Может быть, там типа можно было узнать, любит ли она сушу или что-то Окей Да, мужчина держит женщину в объятиях Думаю, наши игры должны быть на тему любви и романтики Игра любви, а мне нравится И еще, мне кажется, у этой картины есть другое значение Что-то в духе у всего есть две стороны Подождите, может быть, здесь какие-то подсказки? Типа тыкать надо Пинджем, тема Окей Ага, мне тоже так кажется Может, получится отразить в игре тему любви? Будет интересно А это идея И мы можем Мы еще долго обсуждали свою будущую игру Но остальные члены ее команды не разделили наших восторгов Идея так и осталась всего лишь идеей То есть мне надо было кликнуть на картины Давайте поищем тогда Хорошо, ладно, сейчас разберемся Может, я что-то не так делала Но я узнала об этом уже потом с ее слов Хорошее начало Ладно, хорошо, окей Когда гейм-джем закончился Я нашел ее через ее группу в WeChat А если на твиттер кликнуть? О, серьезно? Здесь можно было переключаться? Так, давайте Давайте лайкаем ее твиттер Так, надо сходить Надо сходить Короче, надо сходить Так, хорошо Какой-то про Шерлока Холмса Запомнили Проспала весь день после бессонной ночи Пойду в Хога-Сычуане Идеально Значит, зафотографировали, куда она пойдет Аккуратненько, тихонечко Хога-Сычуане Да, так я так, на всякий случай Хога-Сычуане Окей Мне сказали, что чего-нибудь написать Так что я пишу Мне иногда так тоскливо Сегодня как раз такой день Что за такая японская Масяня Ну а Котика Тревожный котика Жаль, сейчас не пишут письма Это так романтично Так романтично И разбивает сердца потом Наконец-то нашла кота мечты И купила Нинджуку-Свич Довольная Все выходные писала и рисовала Опознавательный день Пять эпизодов за раз Держите Нетпукс От меня подальше Что же это интересно За сервис такой Приготовила поесть Как же давно не готовила Чуть не забыла Как это вообще делается Яблочко Груша Может быть типа апельсин Так лайк поставили Ооо Нравится Окей Значит Свич Что-то Хога-Сычуане И Ага Ааа Может быть это на подсказке Будет Хога-Сычуань Хога-Сычуань Боже Запомнить бы Ммм Так Хорошо Я немножко это пролистываю Да Вот они стали друзьями При переписке Мы не победили Ааа Они переписывались Две недели И вот они сейчас будут Она будет рассказывать Про начальника Скорее всего Да Опять Ааа Так Ну мы должны поддерживать Да Значит вот так вот Ну в принципе Здесь как в прошлый раз Вроде бы это было Ну норм Ну да Видите Она начинает рассказывать Про это Я не знаю Вообще просто Ну давайте Плохие коллеги Плохие Плохие Коллеги Так Хога-Сычуань Хога-Сычуань Угу Давай Так Ооо Смотрите Добавился Шерлок Холмс-Кот Детектив Выбираем его Ага Обожаю Шерлока Холмс-Кот Я прочитала Все новеллы Про него Как же я жду Этот фильм Давай сходим Увидимся На выходных Так Мы приближаемся К хорошей концовке Так Опять мне надо играть Да Ну давайте Я на всякий случай Сыграю Да Потому что Я не уверена Вдруг я не сыграю И мне Хога-Сычуань Не добавится Папушка Поэтому давайте Сыграем Такой тортик Красивенький Угу Но все равно Я считаю Что в той концовке Она была не права Но он ее поддерживал Он только что Она хотела Да Ну мы там Конечно Лоханулись И с кино И Короче Изначально Все пошло не так Да Получается И кино И ресторан Не тот Ну ладно Делаем Работу Наташа Так Тут Угу Сейчас пойдет Самая жара Я прям Мастер После этой игры Стану Так Думаю Этого хватит Так Окей Мы пошли Значит В кино Угу Наконец Настал день свидания Вот видите Здесь уже Шерлок пошел Мы еще ни разу Мы не сидели Так близко Волновался Смотри кино Фильм подошел К концу Все ушли Мы остались В зале одни Вроде бы Неплохой фильм А может На что-то Другой Отличный Правда В оригинале Было не так Но я вижу Что автор Вложил в этом В этот фильм Душ И постарался Сделать его Похожим Пусть и по-своему Чем займемся дальше Пойдем В Хога Сычуань Я знаю Хороший ресторан Неподалеку Хога Сычуаня Здорово Как ты знал Что я люблю Хога Сычуань Интуиция Просто мужская интуиция Идеальное свидание Еее Наконец-то Луна Све накрашивала Черты серебром Я смотрел на нее И слышал Слышал стук Собственного сердца Мы все больше Сближались Друг с другом Пропущу чуть-чуть Да Мы это все читали Что-то еще сказать Наверное Ничего Смотрите Она нам Она тогда нам Мне Нам Нам Она тогда сказала Что в тот вечер Слова были лишними Поэтому Просто возьмем Мазару Угу Так Это наверное Более уже Такой Более уже Сближающийся Да Окей Смотрите Возможно Здесь что-то Надо делать Типа Какие-то Может быть Искать Что у нас Общего Кот Кот Тут Ничего Нельзя Такого Ну просто Странно Оно вот Типа Выделяется Ну как будто С этим Сделать Ничего Нельзя Может Совместить Как-то Надо Так У нее Что Вход Так Вход Свич Наушники Так Она рисует Да Это я помню Так А что с этим Делать Неужели Никак Вообще Ничего Гитара Наушники Кот Кот Ну странно По хорошему Как будто бы Тут должно Что-то делаться Но Не делается Ну по идее Зачитать Типа Вот у него Есть приставка У нее Есть тоже Приставка Да Он любит Играть И она Любит Слушать Ну коты В принципе Туда уже Плюс 100 100 баллов К любви Не знаю Странно Конечно Может быть Что-то надо Нажимать Не перетаскивается Даже Оно Ну ладно Так а что Может быть Сейчас вот Можно что-то Делать Ааа Видеоигры Это интерактивное Искусство В виде играх Есть потрясающие Возможности Угу Окей А если еще раз Все Все Точно Значит Надо было Это нажимать Музыка Очищает душ Мечтаю Поиграть На гитаре У берега Сейчас про Котаняна Что-то скажут Котейки Такие милые У кошек Есть делительные Способности Это да И это да Так Ну все По идее Да Все Больше у нас Ничего не нажимается Не выделяется Так Ну все Мне пора Тогда Пока Ачивку нам дадут Какую-то За что мы молодцы Покликали Нет Что-то Может Здесь нажать Надо Не ругаться А Типа Может Не нажимать Вообще Да С нами Помириться А чтобы Они типа Не ругались Больше Особно Давайте Смириться Не надо Ругаться Блин Наполовину Ну ладно Помирились Помирились Не страшно Она Она По-прежнему Любила Рассказывать Мне О своих Повседневных Проблем Так Давайте Смотреть Что-то Здесь Должно Быть Мне кажется Такая Девушка Должна Разобраться С этим Мелочами Что-то Кликается Здесь Все-таки Так Ладно Хорошо Они Ее Всегда Расстраивают Начальник Мне Сегодня Такое Устроил Я Сделала Что Он Просил Не Понимаю Почему Меня Во всем Обвинили Ты Не Хочешь К К К К К Это Не Твоя Вина И Это Не Все Ни Кто Из Коллег Не Стал Вмешиваться Какая Преданность Они Не Застужили Такой Подруг Хотел Рассказать Еще Кое Что Расскажи Что Случилось Потом Я А Они Я С тобой Малышка И Еще Я Знаю Что Она Может Справиться С ними Сама Но Я Ее Не Брошу Я Хочу Быть Хорошим Слушателем Тем Кому Она Может Доверить Что Угодно Не Ну Вот Тут Я Согласна Тут Молодец Тут Он Молодец Конечно Мой Косяк Был Что Я Получается Соня Все Время Втыкал А Надо Было Отлазить Телефон И Сесть Рядышком С котейкой На Покрывало Понятно Быть Слушателем Окей Когда Вы Живете Вместе Начинаете Видеть Недостатки Которых Не Замечали Раньше Тут Явно Что Тоже Можно Кликнуть Пара Всегда Возникают Проблемы Либо Она Уступает Либо Я Тебе Не Да Когда Пришел С работы Она Смотрела Свой Любимый Корейский Сериал Повсюду Валялись Коробки Из-под Еды И Прочий Мусор Так Давайте Смотреть Может Безуси Типа Убрать Ты Устал Крошка Иди Отдохни Я Уберусь Скорее всего Это Она Ему Говорит Отношения Должны Основываться На Взаимопонимании А Не Менять Человека То есть Он пришел С работы Она Убралась В принципе Что такое Она Навела На срач Пока Никого Дома Не Убралась Все Проблем Нету Отношения Отношения Быстро Заканчивать Если Между Людьми Нет Взаимного Обможения Так И Да Сохранять Баланс Так Давайте Держать Кулачки Посмотрите Котейка Так Это Уже Письмо Видите Более Такое Девчачье Веселенькое Время Так Быстро Летит С Нашим Знакомством Прошло Уже Целых Три Года Так Это Письмо Если Что Мы Написали Девушка В смысле Три года Назад Мы познакомились На Гейм Джейме Кстати Я пару раз Замечала Как ты На меня Смотрел Еще до Того Как Заговорил Со мной Мы Можем Болтать Про Игры Целыми Днями Мы Начали С разговора О Гейм Джейме Потом Заговорили О Чем То Еще А Потом Еще Потом Мы Стали Общаться В Чате Постепенно Я Начала Общаться С тобой Больше Всего Помнишь Наше Первое Свидание Мы Посмотрели Мой Любимый Фильм А Потом Ты Приготовил Для Меня Ужин В Хога А То Там В ресторане Скорее Все Там Типа Ресторан Где Можно Приходить И Тебе Дают Ингредиенты А Ты Сам Типа Готовишь Чаны Да В Корейский Час Такой Бывает Я Такой Тоже Хотела Сидеть Классно Я И Подумать Не Могла Что Ты Так Подготовишься Это Было Так Мило Помнишь Как Мы В Первый Раз Взяли За Руки Я Чувствовала Что В Такую Прекрасную Ночь Слова Мы Все Только Испортили Потом У нас Было Много Времени Чтобы Узнать Друг Друг Получше Мы Обсуждали Наши Общие Увлечения Делились Всем Что Приходило Нам В головы Но Наши Беседы Были Слишком Поверхностными Мне Всегда Хотелось Рассказывать Тебе Самое Сокровенное Опять Началось Что Неудача У меня В отношениях Что Это Такое Было Хорошо Вместе Но Иногда Мы Все Таки Ссорились К счастью Мы Всегда Умели Прощать Благодаря Этим Ссорам Мы Лучше Узнавали Друг 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 Я Надеюсь Ты Всегда Будешь Таким же Хорошим Слушателем И ты Был Прекрасным Слушателем Ты Всегда Был Рядом Когда Мне Хотелось Поделиться Своими Проблемами Ну Не Бросай Ты Наш Мы Не Идеальны Но Я Рада Что Мы Знаем Как Соблюдать Баланс Знаем Что Это Единственный Способ Поддерживать Отношения Я Раньше Никогда Вот Так Не Делилась Своими Чувствами Я Просто Хочу Чтобы Тебе Были Важны Мои Чувства Надеюсь Наши Следующие Три Года Будут Еще Лучше С Годовщиной Тебя Победа Победа Ура Ура С Годовщиной Ура Остановись Или Двигайся Дальше Так У нас Хорошая Концинка Ну Вот Так То есть Короче Я просто Не заметила Что Там Оказывается Можно Было Двигать И Твиттер Я Почему-то Не заметила Но Ничего Значит Первая попытка У нас Была Провальная Вторая Уже Получше Поэтому В любом случае Нам надо было Две Концовки Пройти Чтобы Пойти Сюда В любовь Расстояние Давайте Почти 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 Ни у кого В городе Не было Большого Телевизора Знакомых Поэтому Многие дети Собирались У вашего дома И смотрели Мультики По телевизору Вашего Папы Сегодня Среди них Новенькая По одежде Вы поняли Что она Родом Из крупного Города Потому что Все В цвет Кожи Одеты Или что Как он Это понял Пока Все остальные Были Прикованы К экрану Посидим С взглядом Все-таки Были Прикованы Да Не дети Она Сидела В одиночестве Рядом С радио И слушала Музыку Позже Вы узнали Что такую Музыку Называют Классической Окей Может быть Кликать Можно что-то Вам было Грустно Видеть Ее Такой Одинокой Это Что Эй Не хочешь Посмотреть Мультики Нет Мне больше Нравится Музыка Все это Время Она Не сводила Глаз С радио Ну и Чудила Пойду Смотреть Мультики Ну ее Так Давайте Смотреть Что Здесь Можно Покликать Может я опять Что-то не замечаю Не понимаю Не-не-не Вставай Вставай Иди к ней Мы уже Проходили Это Чудила Я Стэн А тебя Как зовут Грейс Меня зовут Грейс Чудила Позже Позже Вы узнали Что Родители Грейс Учителя Эти Всем Недавно Сюда Переехали Они Поселились В соседнем Доме Буквально Несколько Дней Назад Вскоре Между вами Грейс Завязалась Крепкая Дружба Мы Ходили В ту же Школу Вместе Приходили На уроки И вместе Шли Домой Рядом За школой Была Лавка С Жареными Сосисками Куда Часто Выстраивалась В целую Очередь Голодных Учеников Я бы Как Вспомни Ой Самое Вкусное Что в школе Было В детской Столовой Школьной У нас Была Очень Вкусная Пицца Маленькими Маленькими По цене Космоса Даже Тогда Это Было Ой Как Это Вкусно Было А всякие Хот-доги Наверное Уже По позже Появились Но Прям Совсем Детстве Не Было Но Они Такие Конечно Да Можно Было Убить Мне Кажется Ими Мы Заходим Туда Каждый День А Вот Она Кажется Совсем Не Любила Так Уже Выросла Чуть Чуть Она Пианино Детская Ей Больше Нравится Курсор Поехал Ок Курсор Свою Жизнь Живет Алло А А Что-то Что-то Да Когда Деньги За Эй Стой Подожди Стой Мы Хотели Пианино Купить Мы Начали Короче Ей Подарок На Пианино Собирать Вместо Того Чтобы Покупать Флотдог Мы Стали Собирать Пианино Курсор Не уезжай Пожалуйста Курсор Я хочу Купить Пианино Детская Пианино Да Не купить Алло Стой 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 Так Что Что Кликнуть То Надо Еще День Типа Прошли Что Здесь Кликается Я Не Понимаю Свинка Давай Разобьем Тебя Опять Мы Что Опять Сюда Пришли Эй Подожди Не надо Сосиску Ты Что Прикалываешься Мы Пианино Копили Короче Уже Минус Бал Нам Потому Что Мы Не Купили Ей В детстве Пианино Так А Что Мне Сделать Надо Я Не Понимаю Нет У Меня Денег Вообще Непонятно Сколько Раз Должна В Прикол Какой Давай Сюда Давай Курсор Не Уезжай Вообще Непонятно Что Здесь Надо Делать Конечно А Разбить Может Копилку Можно Как-то Ну Вот На него Не Кликается Разбить Серьезно Так Ну Ладно Мы Купили Пианино И Сосиску Съели В принципе Неделя Прошла Хорошо Это Тебе Спасибо 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 Вскоре Родители Купили Ей Настоящая Пианино До Них пор Она редко Гуляла С вами Даже По Выходным Она Она Почти Всегда Уходила Домой Сразу После Занятия Играть На Своем Пианино Мы Слышали Звуки Музыки Соседнего Борика Ну Ну Так Я должна Ноты Что Что Я должна С ним Делать Ноты Хватать А Ну Да Реально Ноты Хватать Я должна Милота Так А что Я должна С нотами Это Делать А А Слушай Эту музыку Вспоминали Восторг Которым Которым Загорается Лицо Грейс Грейс Когда Зрель Заходит А Пианино Тогда Вы Еще Не Могли Разобраться В чувствах Поселившихся В вашем Сердце Ну Малыш Еще Конечно Они Чем-то Напоминали Зависть Тоску Зависть Ну Допустим Грейс Поняла Чем Хочет Заниматься В жизни И Вы Захотели Понять Это Тоже Вы Начали Ремонтировать Всякую Мелочевку После Занятий У нас Полно Всякого Хлама Развлекайся Сказал Отец Вам Понравилось Возиться С Электроникой Самое Классное Ощущение Когда Удается Починить Что-то Сломанное Да И Когда Лишняя Деталь Не Осталось Это Соглашусь Как-то Раз Она Позвонила Вам Летом Перед Последним Годом Начальной Школы И Сказала Что У нее Сломался Метроном Так Мы Должны Починить Метроном Да Это Который По-моему Такт Да Правильно Ритм Я не очень Музыкальный Человек Поэтому Я не в курсе Если честно Скоро Начнется Средняя Школа А у У меня Нету Метронома И Она У нас В городе Единственная Не Переживай Мы Будем Видеться Даже Если Пойдем В Разные Классы Ого Так Давай Чинить Метроном Чтобы Она Не Забывала Она Скоро Говорится Так Что А Куда Что Что Я должна Делать С этим Так Вот Там Что-то Застряло Сходи За Отверткой Ладно И Изолентой Если Честно Ты Че Грустно Жайка Если Честно Я хочу Поступить В музыкальную Школу В Большом Городе Отвертку Отвертку Отдай Пожалуйста Я Почини Тебе Метроном Потом Дерзай Давай Разберемся Потихоньку Постепенно По чуть-чуть Так А Вот Это Конечно Значка Со звездочкой Ага Что И что Получилось Ты чего Плакаешь Зайка Ты чего Манюнь Ты чего Дерзай Вскоре Грейс Переехала Вместе С родителями Да Встретятся Они Лет Через Пятнадцать И все Будет Худшо Вы С ней Больше Никогда Не Виделись Сегодня Вам Снилась Девочка Девочка Которая Была Вам Очень Близка Вы Не Знали Почему Но Она Всегда Казалась Вам Особенной Иногда Вы Задумывались Как Бы Все Сложилось Если Бы Вы С Ней Остались Вместе Порой Кажется Что Эти Мысли Вызывают Положительные Эмоции Лишь Из-за Времени И Расстояния А На самом Рисов Рисовка Поменялась Прикольно Пианино Стерлась Из Памяти Понятно Возможно Вы Вдруг Возможно Вы Вдруг Задумались Об этом Лишь потому Что Случайно Нашли То Игрочное Пианино Когда Перебирались В комнате Пора Ложиться Спать Завтра Свадьба О Вот Это Поворот Офигеть Я только Хотела сказать Что На свадебную Церемонию Похожа А чё Кликать Сюда Нельзя Ничего Не Ну Тоже Странно Она Если Не Поехала За Своей Мечтой То Что Как Вам Дети Еще Пора Развиваться Еще Сотревать Там В отношения Так Рано Далекое Воспоминание Я так понимаю Это плохая Концовка Да Ну Я тут Не согласна Кстати Потому что Хорошая Концовка Ну Как бы Странно Было Если бы Они там Детство Прям Она поехала За своей мечтой Она хотела Что Она должна Быть К нему Было Приковано В 5 лет Или сколько В 5 классе Но Не знаю Давайте Посмотрим Любовь Расследования А Пускай Пускай Ту концовку Не обязательно Делать Да Но Я тут Не согласна Кстати Не согласна Это хорошая Концовка Ну Детская Любовь И Все Выросли Ничего Плохого Нету Я Дома Так Мы Теперь В какого-то Расследования Ведем Я дома Ты сегодня Поздно Иди в душ А я пока Приготовлю Ужин Хорошо А для этого Нам надо Сначала Закончить Игру Да А что Должны Сделать Реврят Поставить Мы С мужем Женаты Уже Три Года Агась Свежесть Брака Давно Смылась Рутиной Обыденности Допустим Большую часть Времени Каждый Из нас Тратит На Карьеру Порой Мы Даже Не Можем Поужинать Вместе Допустим Размышляла Она Играя В игру На Своем Систем Броне Хорошо Может Стоит Ужин Приготовить Просто Не В Телефоне Сидеть Вы Тогда Поужинали Вместе Затронил Телефон Ее Мужа Так Что-то Предвещает Беду Если Честно Допустим Так Мне надо Нажать Его Да Мэри Входящий Звонок Вызов Завершен Вот это Поворот То есть У нас Получается Первая Пара Которая Ну Типа Повстречалась Начала Жить Вместе Вторая Пара Просто Дет Полюбили Друг Друг А тут У нас Начинается Как бы Малахов Плюс Да Как там Передача Называлась Малахов У Малахова Напишите Пожалуйста Какая Передача У меня От головы Вылетело Вообще От шока По всей Видимости Начинать Спросил Где Ватные Палочки Она Сказала Я Принесу Принесу Да Спрашивай Что ты Это Это Мой Клиент Угу 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 Да 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 Конечно Спустя Какая Это Ситуация Так Зацепки Ищем Зацепки Так Это У нас Когтеточка Типа Да Рисовка Классная Кстати Так В холодильнике Давайте Искать Обычно Мне хватает Времени Чтобы Готовить Дома В холодильнике Только немного Фруктов И напитки А так Что за 584 Давно У нас Эта Тарелка 584 Что Это Могло Значить Угу Так У нас Конечно Запись Уже Час Идет Может На Вторую Серию В принципе Если Даже Час Двадцать Будет На Запись Ничего Страшного Так Что Это Могло Значить 584 584 О Вот Это Интересно Пошло Вот Это Интересно Пошло Так Хорошо В холодильнике Наверное Все Да Лоток Опять Он Не умрал Закотов Так Ребят Я На секунду Поставлю Запись На Паузу Чтобы Проверить В ютубе Сколько Примерно Идет Эта Часть Если Она Маленькая Мы Сейчас Запишем Если Нет Сделаем Вторую Часть Минутка Монтажа И Я Вернулась Посмотрела На ютубе Минут Десять В принципе Можно Пройти Поэтому Давайте Не будем Растягивать На Две Части Так Опять Он Не убрал За котом Перед тем Как принести Кота Он Пообещал Что Мы Будем Ухаживать За ним Вместе И Повелась Но В итоге Занимаюсь Только Я Подумала Она Убирается Котом Надеюсь Нам сюда Этот Не положили Чистый Кошачий Туалет Окей Класс Так Я тайминг Делаю Обязательно Видосе Чтобы Было Понятно Так Хорошо Что Здесь Можно Еще Потрогать Пощупать Так Много Курьерских Посылок Думаю В последнее Время Он Покупал Больше Вечей Чем Я Взгляну Ка Что Это Ключ Тут Еще Какие Гирлянды И Прочий Бардак Он Точно Что От Меня Скрывает Гирлянды Ключ Какой У нас Есть Окей Интересно Так Что Что Тут Можно Нажимать Диван Мой Любимый Тканевый Диван Но Его Подрал Наш Кот Брюшко Брюшко Класс Я Не Хотела Заводить Кота Потому Что Думала Что Он Расцарапает Диван В Щепки Я Ошибалась Ну Не знаю Не знаю По Вот Этим Вот Как Бо Царапинам Видно Что Брюшко Очень Постарался Кому Какое Дело До Дивана Когда Есть Котик Вот Тут Молодец Сказала Она Себе Коты Классные Последнее Время Он Очень Много Водился С этой Коробкой Когда У него Выдавалась Минутка На Фигурку Не Похоже Что Это Опа Вопрос Может Типа 5 8 А Куда Здесь Правда 5 8 4 Вводить Может Быть Мы Не Все Нашли Так Диван Понятно Любимый Почему Не Скиднуть Это Хорошо А Ключ От Ключ Чего Тогда У Нас Будет Фотографии С Медового Месяца С Нашего Последнего Отпуска Прошло Уже Три Года Она Вздохнула Она Вздохнула Можно Типа Куда Там А Можно Перейти Куда Хорошо Кищ К Брюшка Это Брюшка Ну Ну Давайте странная коробка. Так, 201. Ага, все, ключ. 201, значит треугольник 201. В коробке пусто, но треугольник 201. Треугольник 201. Ага. Хорошо. Так, это коробка. Мусорное ведро. Ничего полезного, наверное. Так, ну ладно, мы на балкон пошли, но потом в комнату вернемся еще. Может надо было две, конечно, серии сделать, ну ладно. Вещи высохли. Верну их на место. Полить все равно не помешает. Звук воды, это мы типа полили растения. Я их уже поливала. Ладно. Я сегодня еще не стирала. Так, тут какой-то тоже ящик, но не нажимается ничего. Ну, здесь, наверное, все. Квартира, кстати, у них большая. Я хочу вам сказать очень даже. Фотографии. Кажется, я была страннее до того, как вышла замуж. А тот, кто стоит рядом вообще на пару размеров. Она невольно потрогала свой живот. Поэтому кота зовут Брюшка. Вообще все это ерунда. Так, это список. Так, это мы проверяли. Брюшка. Брюшка снова спит на нашей кровати. Ой, он такой милый. Йо, брюшка классный. А может быть мне в шкаф надо, типа, вещи положить? Вот так. И что? Допустим. Ладно. Я уже миллион раз говорила мне разбрасывать грязные вещи. А, то есть это скорее всего в стирку надо будет, да, закинуть? Набор губной помады. Он купил его, когда мы поженились. Но моя любимая потерялась во время медового месяца. Давайте мы закинем, типа, стирать вещи. Грязные вещи. Пахнут отвратительно. Мне все равно нужно заняться стиркой. Королева-домохозяйка. Вот это, конечно, достижение. Королева-домохозяйка. К стиральной машине что-то прилипло. Она сняла маленькую карточку, прилипшую к стиральной машине. Так, начинать. 314-584. Так, окей. Я примерно уже поняла. Хорошо. Сейчас мы разберемся. Сейчас мне не нужна ванная. А, это ванная. От того, что было. Сестиралка стоит. Так, значит, у нас теперь, смотрите, мы нашли вот этот вот треугольник, да. Там было у нас 201, по-моему, если я не ошибаюсь. 201. 201. 200. 1. Это круглая. 5-8-4. 5-8-4. А это квадратная. 314. Эй, подожди, только не слетай. 314. Это что за шифр такой? Это коробка в коробке? Что я даже на стене делаю? А, серьезно, коробка в коробке? Сесть лет и боя годовщины. Пожалуйста, положи свой подарок сюда. Сесть лет и боя годовщины. Вот он что-то от меня прятал. Надо положить все, как было, пока он не вернулся. В коробке вообще непонятно. Несколько дней спустя... А, несколько дней спустя. Так темно. И свет не включается. А я знаю, что будет сегодня. Ха-ха. О-о-о-о. Так, у холодильника что-то. Эти бамки. Ха-ха-ха-ха. I love you. И тортик. Тертик. Да, мой любимый чизкейк. Плажок на чизкейке кажется мне знакомым. Вкуснятинка. Как и всегда. Снова ключ. Кстати, мы этим ключом... А, один раз воспользовались. Ключ. Понятно. И записка. В записке сказано. Дорогая жена, Для начала полакоми своими любимым чизкейком. И не скромничай. Муж. Маленькая подпись. Не забудь взять с тобой подсказку. А, какую? Типа ключ, да? Угу. Угу. Не забудь подсказку взять. Ну, ключ. По всей видимости, ключ-подсказка. Хорошо. Ладно. Окей. Так, это сюда. Коробочка. Думаю, лучше это ставить напоследок. Хорошо. Кстати, нету уже затяжек на диване. Он, скорее всего, еще мебель перетянул. Так, ладно. Идем дальше. Идем в комнату эту. Так, что-то здесь. Ого! Помада, которую я потеряла. Рядом лежит карточка. Я попросила твою подругу купить ее тебе. Она угадала с цветом. Ты же мой котик какой-то заботливый. Какая милота. Ванну. Закрыто изнутри. Ванне вас ждет мужчина, между прочим. Скорее всего, так и будет. Так, котика нельзя потрогать. Так, что-то у нас здесь теперь. Да, да, да. Притворюсь, будто не знаешь, что внутри. Так, хорошо. Уверена, в этот раз в этой коробке будет что-то лежать. Давайте. Опа. А, ну да. Подумала она и открыла комод. Ручка. Ручка. На скальпель, правда, больше похоже. Ну, хорошо. В записке сказано. Дорогая жена, пожалуйста, возьми эту волшебную ручку с собой. Хорошо. Так, в шкаф. Новое платье. В записке сказано. Самое красивое платье для самой красивой жены. О, не вата. Так, ну, я могу взять вообще? С чего-то не берется. Ну, ладно. Так, теперь сюда. Здесь так темно. Слова на записке два можно рассказать под муркающим огоньком. На бумажке написано. Соедини сердца с помощью ручки, муж. Наверное, это про волшебную ручку. Думаю, мне просто нужно соединить эти два сердца. Типа вот так. Козы, мой, какая прелесть. Ого. Когда зажегся свет, она потеряла дар речи. Ну, это, конечно, он, да, постарался. Какая прелесть. Давайте еще раз почитаем. Так, лов. Она должна быть где-то тут. Кто? Стиралку? Ага, это карточка. Карточка. А, ну мы же собираем, да. Так, так, так. Карточку мы взяли. Тут мы все взяли. Ха-ха, миниатюрная рождественская елка. Классно. Это ожерелье. Подарок для меня. Улон как в Титанике прям. Так, так, хорошо, мы взяли. Здесь все взяли. Здесь мы взяли. Ага, идем обратно, получается, да? Ну, получается, да. Так, 201 там было, да? Не ошибаюсь. Так, хорошо, значит, идем вниз. Ну, он постарался, молодец. Ага. Ой, 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 ой. 201. 508. Ой, не сюда ввела. 584. 201. И 314. Что там еще, кроме жерелья, может быть? Соедини сердца. Мы вместе катались на лыжах. Рядом с тобой я совсем не чувствовала холода. Клодо с выпускного. О-о-о-о. Когда мы переехали сюда, то решили собрать всю мебель сами, чтобы сэкономить деньги. Наша первая рыбалка. Ты сказал, что добудешь нам бесплатный обед, но мы так ничего и не поймали. Кстати, он ловит, а она смотрит. Мне нравится это фото. Мы сделали его, когда как-то раз решили отправиться в поход на выходных. На прошлую годовщину мы пошли в дорогущий ресторан. Я чуть в обморок не упала, когда принесли счет. Блин, он молодец, постарался. Так, а... Да, что? Не очень понятно, что надо сделать. Все понятно. Звездное небо во время путешествия. Какая красота. Здесь они в приставку стопудово рубятся. Ему нравятся видеоигры. Иногда мы играем вместе. Хорошек все занятия. Тогда я только начала готовить сама. Видолага. Но теперь я отличный повар. А вот они брюшко завели. День, когда мы подобрали брюшко. Тогда он был таким маленьким. Но, кстати, уже с брюшком был. Какой такой? Премьерла Шерлока Холмстока. Я очень люблю этот фильм. Так это, может быть, первая пара, которая вот... Которая самая первая пара. Она же тоже была... Нет, она была блондинкой. Мы будем думать, что это первая пара. Свадебная фотография. Тогда я слишком нервничала и плохо получилось. Прелесть. Счастливая годовщина. Пожалуйста, положи сюда свой подарок. Думаю, мне стоит надеть подарок. Вот так. Ого. Ничего себе, он, конечно, просто постарался. Он наконец-то пришел. Ее глаза уже вследились от счастья. Он вытер слезы с ее лица. Они обнялись. Они наслаждались ужином при свечах, которые он приготовил. Я самый счастливый человек на земле. Нет, жена твоя самая счастливая. Подумала она за ужином. Ну, да. Я думаю, это его слова, но молодец. Как жаль, что я заранее об этом узнала. Я хочу ему верить. Должен быть другой выбор. А что, какой выбор? Поднять? Положи обратно. Что? Что я должна сделать здесь? На серединку нажать? Что? А как скипнуть тогда? Может, это само скипнется? Не, подожди. Должно быть, типа, в начало, да, пришли? Так, тут вот я зависла. Я хочу ему верить. Должен быть другой выбор. Только что мне надо нажать здесь? Выключить вообще просто, да? Окей. Конец. Правда, непонятно, почему Мэри второй раз ему звонила, да? И тема закрыта. Альбом даже есть какой-то. А, мы не все, кстати, разблокировали. То есть, тут вообще много вариантов концовок, может быть. Да, и в любовь-расстояние тут можно было еще что-то разблокировать. И в любовь-расследование можно было разблокировать. Вот это поворот, конечно. Ну, ладно. В принципе, три части мы прошли. Не на все концовки, по всей видимости. Ну, думаю, что это не самый критичный момент. Понравилась ли вам игра? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Милая игра. Я считаю, что очень милая. Она при том как-то понарастающая. Так что идет. Иногда я в шоке от нее пребываю. Она бросает такую какую-то искру в тебе сомнения. Но потом вроде бы все нормально. Рисовка очень классная. Очень-очень мне понравилась. Point and click. Ну, для такой игры хорош. Поэтому все классно. Хорошо, что все хорошо закончилось, как говорится. Ну что, ребят. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо. Лайки, комментарии. Забегайте ко мне на стримы по ретро-играм, которые проходят в пятницу и воскресенье. Если у вас есть пожелания по играм, можете оставить их в комментариях. До новых встреч. Кракокотау, Качинга. Всем пока, ребят. Пока.